Всем привет! Сегодня у меня для вас еще один старенький и хорошо знакомый многим сериал Зена Королева Воинов. Посмотрим, как выглядели актеры тогда и сейчас, и без лишних слов начнем. Приятного просмотра! Начну я с неглавной, но все же заметной героини сериала Габриэлы, которую сыграла 24-летняя американская актриса Ренеа Коннор. Она отметилась практически во всех сериях Зены, и именно благодаря этому сериалу прославилась на весь мир, потому что до этого играла маленькие роли в ничем не примечательных фильмах и сериалах. После окончания сериала актрису ждут еще одни съемки в продолжении Зены, а потом главная роль в хорошем фильме Инопланетный Апокалипсис. Правда, затем с карьерой не заладится, и за последующие 17 лет она так и не сыграет ни в одном стоящем проекте. Последней работой Рене значится сериал «Моя жизнь. Убийство», где также снимается ее боевая подруга по сериалу Зена. Сейчас Рене Аконнор, 51 год. 23-летний Карл Урбан появился в сериале Зена Королева Воинов далеко не сразу, и отметился лишь в 13 эпизодах сериала. Его Юлий Цезарь, думаю, запомнился только истинным поклонником. А вы помните этого актера в Зене? Напишите в комментариях. Актерских успехов к тому времени у Карла не было. На его счету было лишь несколько ролей в сериалах и все малоприметные. Зато после того, как актер появился в нескольких сериях Зены, его в 2000 году пригласят сыграть в фильме «Цена молока» на одной из ведущих ролей. А спустя два года последует его первое участие в крупнейшем проекте за всю его карьеру «Властелин колец. Две крепости», где он сыграл маленькую роль Эомера, одного из военачальников Рохана. В дальнейшем актеры заметят и будут предложать другие крупные проекты, например, «Превосходство Борна», «Хроники Ридика», «Звездный путь» и других. Напишите в комментариях, в каком фильме вы видели этого актера. Сейчас Карлу Урбану 49 лет, и он по-прежнему является одним из востребованных актеров. «Хадсон Лейк» появилась в сериале также с 1996 года, как и Карл Урбан, только 26-летняя актриса в роли Калиста отыграла чуть больше, в 18 эпизодах. К тому времени о Хадсон также мало кто знал. Она сыграла лишь несколько ролей в сериалах, самым крупным из которых был Мэл Роллс Плейс. Роль в зене поможет актрисе получить каплю славы, и узнаваемость возрастет, но не настолько, чтобы актрису стали приглашать на другие крупные проекты. В итоге в дальнейшем актриса будет играть лишь мелких персонажей в фильмах и сериалах, и в 2018 году ее карьера полностью затихнет. Сейчас Хадсон Лейк 53 года, и она занимается преподаванием йоги. Еще одна актриса, сыгравшая небольшое количество эпизодов в сериале – Эдриан Уилкинсон. Ее героиня Ева появилась на закате сериала в 2000 году и оставалась в нем на протяжении 11 эпизодов. Как актрису многие узнали Эдриан как раз после зены, поэтому как до этого 23-летняя девушка практически не играла в кино. В дальнейшем карьера Эдриан не слишком заладится. Она сыграет несколько заметных ролей в проходных фильмах и скатится в игру в третий-сортных кинолентах, в некоторых из которых будет выступать еще и в качестве продюсера. Сейчас актрисе 44 года, и она продолжает сниматься в никому неизвестном кино. Тед Рэйми, 31-летний актер, сыгравший Джоксера, был более заметным персонажем в зене. Он отыграл в 43 эпизодах, появляясь практически до самого конца сериала. К тому времени за плечами актера будет множество ролей, включая два фильма «Зловещие мертвецы», снятых его братом Сэмом Рэйми. После окончания съемок в зене, актер появится в фильме «Человек-паук» 2002 года, сыграв там небольшую роль Хоффмана. В дальнейшем ему предстоит сыграть еще много эпизодических и более заметных ролей. В настоящее время 56-летний Тед Рэйми практически не снимается в кино. 25-летняя актриса Александра Тайдингс исполнила в сериале «Зена. Королева воинов» роль Афродиты, и для молодой актрисы данная роль не стала первой заметной в карьере. Многие могут помнить Александру по фильму «Ловец солнца», снятого в 1996 году, где она сыграла заметную роль Виктории. Уже после съемок этой киноленты, актриса попадает на съемочную площадку «Зена», где проведет 11 эпизодов, после чего, можно сказать, завершит карьеру. Ведь после 2001 года она сыграет всего 4 роли, и ни одна не может сравниться с ролями в «Зене» или «Ловец солнца». Сейчас актрисе 49 лет, и она с 2018 года не снимается в кино. А это Кевин Смит. Но не тот известный актер и режиссер, а другой. Наш Кевин Смит сыграл бога войны Ареса. Тогда ему было 32 года, и данная роль была первой, после которой актера станут узнавать и звать в другие проекты. Так он отметился в сериале «Удивительное странствие Геракла» с Кевином Сорбо в главной роли. Кстати, если хотите, я сделаю выпуски про этот сериал. Напишите в комментариях. После «Зены» Геракла актер, можно сказать, не будет участвовать в крупных проектах. Будут съемки в еще нескольких сериалах про Геракла, где он также сыграет бога войны. А в 2003 году состоится последний фильм с его участием, под названием «Боги речного мира». Годом ранее актера не станет вследствие травмы головы, которую он получил во время съемок второй части фильма «Доблестный воин». Кевину Смиту было всего 38 лет. Мартин Чокош, новозеландский 31-летний актер, сыграл в сериале роль Борайеса, сбойника, путешествующего с Зеной. Всего актеру отвели участие в 10 эпизодах сериала, которые по сути и стали отправной точкой в мир большого кино для актера, потому как ранее он играл в никому неизвестных сериалах. В дальнейшем, после окончания съемок в «Зене», актер будет играть как в малоизвестных новозеландских кинолентах, так и в крупных. Например, таких как «Вастерин колец», «Братство кольца», «Три икса», «Царство небесное» и многих других. Сейчас актеру 55 лет, и он по-прежнему востребованный специалист. Ну и, конечно же, главная героиня всего сериала – «Зена», которую сыграла очаровательная Люси Лоуллис, также новозеландская актриса, как и Мартан Чокош. 27-летняя девушка пришла на главную роль в сериале после своего первого удачного опыта в фильме «Геракл и Амазонки», снятого годом ранее. Роль «Зены» прославила актрису на весь мир, однако в дальнейшем крупных ролей актриса не получит. Она будет играть различные эпизоды в фильмах и сериалах, среди которых я бы выделил «Спартак. Кровь и песок» и «Спартак. Боги арены». Именно после этих сериалов у актрисы карьера пойдет немного в гору. Сейчас Люси 54 года, и она снимается как на ведущих ролях, так и на второстепенных в фильмах и сериалах. Вот и все на сегодня. Буду рад, если подпишетесь на канал и лайк не забудете поставить. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok